Художник есть художник. Он или есть, или его нет. Так говорит автор выставки «Эмалевая шкатулка» Людмила Аненкова. Мы заглянули в ее мастерскую. Это труд примерно 80% как ремесленника может быть даже. А как художник ты работаешь 20% времени, потому что подготовительный процесс колоссальный. Сложность техники состоит в том, что здесь практически все делается вручную. Создается медная основа различной формы. Проволока, которую рисует художник. Даже краски нужно изготовить самому. Причем они имеют сложный химический состав и в отличие от всех других не могут стоять долго. Мы берем немного краски и наносим на плакетку. Просто куда угодно копай. Вот. Нет. И теперь вот этот кончик, вот он ты можешь немножко вот так вот поправить. Если тебе нужно так сделать, чтобы ты вот к этой полосочке, чтобы она попала туда. Вот видишь, к печи она уже захватится. В раскаленную до 900 градусов печь на 15 минут мы кладем уже подготовленную пластину. Именно в ней начинает проявляться точный рисунок. После мастер-класса по созданию живописи на ямалевой пластине идем на выставку. Огромное количество работ и на каждую смотришь с восхищением. Этот проект, он состоит из трех частей. Вот это открытый запасник, где очень много выставлено. Что не рекомендуется выставлять столько работ, они очень на себя много берут. И достаточно было вот кусочка, чтобы была уже выставка. Заглянуть на выставку эмалевая шкатулка и полюбоваться удивительными работами Людмилы Аненковой можно до 1 ноября в Большевизионском музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. Валерия Бадогина, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.